Космический корабль «Земля» Прошла эту точку в 2 часа ночи 23 сентября Поскольку путешествие Земли вокруг Солнца занимает не 365 дней, а 365 с четвертью В следующем году осень на Земле наступила на четверть суток позже, то есть на 6 часов в 8 утра Осень началась в 8 утра 23 сентября На третий год еще на 6 часов позже, в 2 часа дня, но все еще 23 сентября А на четвертый год? Да, в 8 часов вечера Но какого дня? Этот четвертый год високосный В феврале мы добавили один день 29 февраля И растянули год еще на сутки И осень началась не 23 сентября, а 22, потому что Земля прошла точку равноденствия 22 числа, а не 23 Каждые 4 года Земля компенсирует 29 февраля, пребывая в точку равноденствия 22 сентября Календарь – это инструмент, который мы, насколько это возможно, адаптируем к постоянному движению Земли Мы чувствуем этапы путешествия вокруг Солнца из-за смены времен года Зима, весна, лето, осень и снова зима Из-за наклонной оси Земля подставляет себя Солнцу под разными углами Когда Земля здесь, в полдень Солнце находится над южным полушарием Там лето А северное полушарие большую часть дня остается в тени Здесь зима Земля продолжает движение по своей орбите И Солнце поднимается к экватору Земля вращается дальше И Солнце смещается к северу Теперь его больше в северном полушарии Оно светит там почти под прямым углом У нас лето Теплая пора Наше путешествие продолжается И Солнце снова уходит на юг Когда Солнце находится напротив экватора У нас равноденствие В любой точке планеты день равен ночи 12 часов дня и 12 часов ночи для всех В северном полушарии начинается осень Потому что северная часть Земли отклоняется от Солнца А в южном начинается весна Когда лучи Солнца под прямым углом падают на экватор У нас бывают высокие приливы Вообще на экваторе не бывает высоких приливов Их можно увидеть в районе 45-й параллели Вдоль нее живет большая часть вас Пассажиров нашего корабля Почему? Высота прилива Зависит еще и от вращения Земли От центробежной силы Которая направлена от центра к экватору Здесь Земля быстрее всего вращается И центробежная сила здесь тоже максимальная Но она не очень эффективна Поскольку чтобы создать высокий прилив Нужно поднять всю эту воду А она тяжелая На северном полюсе в районе оси Земли Наша планета вращается так медленно Что ее можно догнать пешком Здесь почти нет центробежных сил и приливов Но на полпути от полюса к экватору Земля вращается со скоростью тысячи километров в час Здесь центробежные силы Сталкивают водяные массы в сторону экватора В направлении Солнца и Луны Это усиливает прилив Здесь в районе 45-й параллели Бывают самые высокие приливы Луна притягивает наши океаны Вода постоянно тянется к Луне На другой стороне Земли Центробежные силы создают вторую гору воды Эти две волны, которые каждый день проносятся по планете Всегда находятся на одной линии с Луной Земля движется гораздо быстрее Она делает оборот вокруг своей оси за сутки Вращаясь под массами воды На берегу, когда мы видим прилив Это не вода накатывает на сушу Это земля несет нас к тому месту, где находится волна Огромная сила трения Земля вращаясь несет тяжелейший груз водяной горы Но вода движется медленно А потом сталкивается с континентами Здесь бывают самые высокие приливы По мере вращения Земля пытается унести водяную гору с собой Но Луна ее не отпускает А поскольку Луна движется медленнее Она замедляет перемещение воды И таким образом Вращение Земли Но не намного День становится короче на секунду Каждую тысячу лет У динозавров день длился 22 часа Вместо наших 24 Новая Луна или полная Вызывает самые высокие приливы Это зависит от расстояния между Землей и Луной У Луны необычная орбита Иногда она дальше от Земли Иногда ближе В начале марта 1997 года Луна оказалась ближе к Земле Во время Новолуния Высокий прилив совпал с Новолунием В апреле промежуток составил один день В мае три дня Новая Луна по-прежнему ближе к Земле, чем полная И высокий прилив пришел через два дня после Новолуния Пололуния Смотрите, в июне новая и полная Луна Находятся на одинаковом расстоянии от Земли Установилось равновесие А вот что произошло в июле Полная Луна оказалась ближе к Земле И высокий прилив пришел за один день до полнолуния До весны полная Луна была ближе к Земле И самые высокие приливы приходились на дни До или сразу после полнолуния Но следующей весной Произошла еще одна битва На этот раз победила новая Луна И так следующие семь месяцев Луна медленно вращается по своей орбите В 14-месячном цикле Он никак не связан с 12-месячным солнечным Порядок в нашей Вселенной основан на бесконечном беспорядке В следующей серии В следующий раз вы узнаете, почему мы путешествуем по орбите Когда формировалась Солнечная система Земля, как и остальные планеты Получила огромный импульс, который до сих пор заставляет ее продолжать движение Земля улетела бы по прямой, если бы не сила притяжения Солнца Наша орбита – это кривая, уравновешивающая эти две силы Вот почему Земля не падает на Солнце Луна не падает на Землю А планеты путешествуют по достаточно стабильным орбитам А как насчет Луны? Спутник не сходит со своей орбиты, но мы обнаружили, что он с каждым годом отдаляется на 3 сантиметра Ускользнет ли он от нас когда-нибудь? У Фобоса, одного из спутников Марса, другая проблема Он приближается к Марсу Через несколько сотен миллионов лет он просто упадет на планету Сила притяжения приковывает нас к Земле Мы первое поколение людей, которому удалось преодолеть эту силу Но нам для этого нужны огромные ракеты А на крошке Луне все гораздо проще Каждый день, не осознавая этого, вы поднимаетесь в космос на три тысячи километров В следующий раз мы покажем вид оттуда До встречи в следующей программе на космическом корабле «Земля» На русский язык озвучено по заказу ВГТРК в 2007 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok